Возвращаемся в студию микрофона. Гейдар Джамалин, Михаил Хазин. Мы продолжаем нашу передачу. То есть, подводя определенный итог, хотя бы частичный на полуфинале, надо подчеркнуть еще раз, что Сирия сегодня является точкой приложения разнонаправленных векторов усилий со стороны Европы, которая стремится через Сирию, через вовлечение США в сирийскую ситуацию, освободиться от американского диктата, потому что инициативщиками выступают Великобритания, Франция и характерным образом Турция. А Израиль? Для Израиля здесь очень амбивалентная ситуация. Конечно, ликвидация Асада была бы для Израиля интересна, но будем честны. С Асадом Израиль может договориться, а с тем, кто придет на его место, он договорится. Вот давайте так. Действительно, Асад был каналом передачи оружия и поддержки Хезбулле и Хамас, но сирийский режим ничего не сделал для того, чтобы отобрать голландские высоты, вообще даже никак не качал и не расшатывал израильский режим. Вот. И, в принципе, он был понятен и, по большому счету, комфортен для сионистского руководства. Поэтому, если мы отметим риторику, если мы не будем принимать во внимание то, что Сирия официально занимала позицию во фронте непримиримых, ну, Советский Союз тоже представлял собой как бы жесткую оппозицию в лагере империализма. Он представлял собой в лагере социализма. По большому счету, мы видели, что по итогам этой конфронтации социализм только пострадал от того, что он был представлен реальным физическим Советским Союзом. Ну, вот. И улетел куда-то очень далеко по итогам, так сказать, вот воплощения в Москве, да. Так что вот этот фронт непримиримости, связанный с Асадом, он тоже непонятно, где находился все эти годы. Поэтому, может быть, даже Израиль не так уж заинтересован в уходе Асада. Вот. И главная задача сегодня Европы, это то, чтобы Соединенные Штаты попали в ситуацию, когда оба варианта хуже. Ну, то есть, они не начинают боевых действий против Асада. Это означает, что Обама слабак, что он предатель западного дела. И так далее, и так далее. Конечно, он еще кричит. Но Обама это придумал очень хороший ход. Он сказал, что любого рода такого решения, это в США пророгатива Конгресса. Конгресс сейчас на каникулах. Пока соберется, пока чего решит, а может и не решит. И, в общем, фактически он увельнул от принятия решения. То есть, он на самом деле... Все равно, с точки зрения республиканцев и с точки зрения демагогии мирового правительства, опирающегося на ЕС, они будут обвинять его в том, что он слабак, который уклоняется от долга западного цивилизованного сообщества. Он на это будет объяснять очень тупо. Будет что-то объяснять. Если же он влезет, а его очень сильно подталкивает республиканское лобби к этому, тиранит его, какие-то военные ему мстят, потому что заявление военных о готовности, там, трехминутной, это просто явная месть Обаме за вереницу уволенных генералов и расправу с верхушкой армии. То есть, попытка таким образом тоже его втянуть в эту ловушку. Если он туда втянется, это будет сильнейший удар по Соединенным Штатам. И в итоге это будет огромный шаг в сторону изоляционизма, означающего, между прочим, и уход с европейского континента для США. Что естественно... Уход США с европейского континента, это же хаос, гражданская война в Евросоюзе. Но дело в том, что это гражданская война. Но не завтра, но послезавтра. В европейском внутреннем эстеблишменте, которые хотят прийти на смену, скажем, тем либеральным фасадам, которые сегодня прикидываются, что они являются управляющими. То есть, вот это либералы, которые являются наследниками 45-го года. Ну, там, с поправками на неолиберализм 70-х годов. Это все политическая настройка, которая является порождением разгрома Европы в 45-м году. Есть те силы, которые говорят, что уже хватит, поцарствовали с 45-го года. Уже исчерпался этот период. И, значит, эти силы либералов и неолибералов, они должны уйти и освободить место классической Европе. Ну, с этим связаны, конечно, все конфронтации и абсурдные такие гей-законы. Провокация широких слоев населения, которые миллионами выходят с протестами против гей-браков. Концентрация, так сказать, межнациональных противоречий с ростом миграции в Европу. То есть, это подготовка к тектоническим подвижкам в самой Европе и смене, так сказать, общественно-политического уклада после 45-го года, после наиболее страшного потрясения за всю историю европейского континента. Сирия является триггером, она является спусковым крючком для этих процессов. И очень важно, что здесь поляризация идет. То есть, по Сирию поддерживает, значит, Китай, Россия, Иран. Поэтому вхождение Америки в игру приведет к масштабным потрясениям международного типа, в отличие от того, что было в Ливии, когда одни были в консенсусе против Каддафи, а другие занимали нейтралитет. Сейчас уже ситуация будет иной. Почему Эрдоган объявил, что он будет всегда в любой коалиции? А сейчас небольшой перерыв на новости. Экономика по-русски или особенности национальной экономики. Возвращаемся в студию. Микрофон и Гидар Джамаль и Михаил Хайзин. Мы продолжаем разговаривать о ситуации и, я думаю, минут через пять перейдем к ответам на вопросы. А пока, соответственно, давайте перейдем к выводам для экономики. Что может быть в результате с нефтью? Что будет со всеми теми транспортными путями? Тут уже пошли слухи о том, что будет перекрыт советский канал и т.д. Но если начнутся крупные события, они рано или поздно, конечно, начнутся. Вопрос в том, что начнутся ли они с ее минуты в связи именно с Сирией. Если начнутся крупные события, то действительно все будет перекрыто. И Асад, наверное, не шутит, когда говорит о том, что все пожалеют, что влезли в эту ситуацию и т.д. Потом надо же понимать, что удар по Сирии – это автоматический удар по Ирану. То есть Иран не останется в стороне, потому что иранское руководство неоднократно говорило, что через Сирию проходит красная черта, за которую иранское руководство отступать не будет. А для них это вопрос абсолютно принципиальный. Сирия – это стратегическое предполье. Сдать Сирию – это означает фактически разоружиться и объявить о своей стратегической геополитической капитуляции. На это иранское руководство не пойдет никогда. Оно уже это доказало, кстати говоря, в 80-м году в войне, в 8-летней войне против гипервооруженного тогдашнего Ирака. Поэтому, как ответит Ирак, это тоже большой вопрос. Возможно, это станет поводом для вовлечения Израиля. Если это будет повод для вовлечения Израиля, то война тогда приобретает неконтролируемые масштабы. Но, как известно, Соединенные Штаты сегодня обезопасили себя за счет сланцевого газа. И у них есть стратегические запасы нефти. Поэтому весь удар придется по Евросоюзу. И если Россия реально занимает жесткую позицию в поддержку Сирии, то она, конечно же, ответит эмбарго на поставки углеводородов в Европу в отместку за такие действия по Сирии. Это, конечно, приведет к масштабным очень таким волнообразным. Решится ли Россия на эмбарго в отношении Европы? Если она не решится, то тогда окажется, что все словеса, которыми российские политические деятели сотрясали воздух в поддержку международного права, в осуждении агрессии, в поддержку режима в Дамаске, они окажутся пустым звуком. И это будет тоже радикальный демонтаж политического имиджа страны, который вот-вот вроде бы начал заново расцветать. И там масса народу стала возлагать надежды на новую вставшую с колен Россию. Россию окажется, что она с колен не собиралась вставать. То есть тут даже речь идет не о военном вмешательстве на стороне Асада, а о такой вещи, как эмбарго, что в одностороннем порядке Россия могла бы сделать. То есть что Соединенные Штаты Америки делают сплошь и рядом. Сплошь и рядом, да. И если уж на это не пойду, то извините тогда, о чем говорить. Тогда можно сказать, что Россия просто раскроет свою игру, свой блеф и скажет во всеуслышание, что король голый. Да, понятно. Ну давайте теперь попробуем поговорить со слушателями. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Павел Москва. Скажите, пожалуйста, может руководство нашей страны, например, произвести такую фразу, что Россия в случае интервенции в Сирию или в Иран готова применить, например, какое-нибудь оружие ядерное? То есть если да, то почему, если нет, то почему? И что она может и военному противодействию, скажем так, сказать, сделать такое заявление, которое может кого-то напугать. Спасибо. Ну, во-первых, Лавров уже заявил, что Россия за Сирию воевать не будет. И я думаю, что вряд ли он заявил нечто, что пришло ему лично в голову и что не поддержано никем, кроме него. Это первый момент. Ну, как раз, как я сказал, эмбарго было бы не войной, а вполне такой расхожей мерой, на которой Запад идет сплошь и рядом. Второй момент это то, что ведь блефовать Россия особо не может, потому что ситуация с ее военными возможностями прозрачна. И, чтобы там не говорилось о ядерных ударах, оппоненту прекрасно известно, насколько реально этот удар может состояться. А этот удар состояться сегодня не может. В тех условиях, в которых, скажем там, военное измерение, военный фактор в России оставлен Сюрдюковым. То есть, этот военный фактор надо еще восстанавливать и восстанавливать, для того, чтобы можно было им грозить и на него ссылаться. Поэтому у России нет просто реальных возможностей никому грозить, никого, так сказать, отстаивать. Главное, ну, поставка, допустим, С-300 в Сирию, которая была бы реальным таким сдерживающим фактором. Пока непонятно, есть ли эта поставка, нет ли этой поставки. И Асад в своем интервью недавнем говорил, что все контракты выполнены. Но в таких случаях всегда говорятся большие грозные слова. И совершенно необязательно, что они действительно выполнены. Вот. Поэтому Россия, конечно же, не станет силовым компонентом защиты Сирии. Единственное, что она могла бы сделать, это помочь Ирану, опосредованно тем самым. Ну, а Иран, конечно же, военным образом будет жестко поддерживать Сирию. Остается вопрос открытым с Китаем. То есть для Китая это очень важно. Для Китая очень важно, чтобы Запад в Сирии захлебнулся. Но тут вот такой вопрос. В Китае очень сложная социально-экономическая обстановка. Там очень мощно идет наступление рабочего класса. Пока что оно не политическое, экономическое. Но каждый день в Китае происходит от десяти до там нескольких десятков забастовок на очень серьезных предприятиях. Конфронтация между рабочим классом и государством в Китае крайне высока.